В городе Чебоксары в конференц-зале гостиницы «Волга-премиум» прошла пресс-конференция Чувашского регионального отделения Всероссийской партии «Партии роста» в Чувашской республике. Темой обсуждения стал Всероссийский съезд «Партии роста», который проходил в Москве в течение двух дней. В съезде приняли участие чувашская делегация в составе восьми человек. Александр Капитонов – председатель Чувашского регионального отделения, князь Кин Олег и председатель молодежного крыла Всероссийской партии «Партия роста» Веселов Никита. Рассказали собравшимся об итогах съезда в городе Москва и ответили на интересующие участников собрания вопросы. На пресс-конференции огласили список кандидатов в Государственную думу Российской Федерации от Чувашского регионального отделения «Партии роста». В момент по выборам Госдумы мы входим в региональную группу по четырем регионам. Это Чувашская республика, Ульяновская область, Мордовия, республика Мариэль, куда вошли наши члены партии из Чувашии Михаил Горбатин и я, ваш покорный слуга Александр Капитонов. Я первый в этом списке, а Михаил идет пятым из девяти членов нашей региональной группы. Олег Князькин отметил, что на одной из рабочих встреч еще в мае ему очень запомнилась фраза лидера партии «Роста» Бориса Титова о том, что мы создаем партию умных и интеллигентных людей. Который проходил после вчера, именно это дело доказал, потому что в партию пришли умные, интеллигентные люди. И большинство из них уже зарекомендовали себя на политической арене в нашей стране. Эти все имена и фамилии на слуху, и мы все их знаем и слышали о них. Их характеризовать не надо. Председатель молодежного крыла партии «Роста» в Чебоксарах Никита Веселов объяснил, что партия «Роста» создала молодежное крыло не потому, что это следует политическим трендам, а исходя из того, что главная ставка идет на молодежь. Я действительно понимаю, что главным ресурсом нашей страны является не сырье, не нефть, не газ, на котором, к сожалению, сейчас основывается наша экономика. Главным ресурсом будущего, главным ресурсом будущей экономики нашей страны являются люди. А самый инициативный, самый легкоподъемный и самый перспективный как раз частью общества является. Именно поэтому партия «Роста» считает то, что молодежь нужно поддерживать, это стоит обязательно начинать, и именно поэтому мы будем этим заниматься в Чувашской республике. Напомним, что партия «Роста» в Чувашской республике начала свое существование с 6 июня 2016 года. На сегодняшний день в рядах партии уже около 200 человек. За месяц это хорошие результаты. На данный момент партия «Роста» активно развивается. Анастасия Соколикова, Юрий Гурьянов, Владимир Васильев. Жизнь столицы.